Ух, наконец-то я отдохнул, и можно теперь делать новые ролики. Пока все игроки Сталкрафта очень весело проводили время и ждали новый патч на 14 февраля, разрабы такие... Сидитесь пацанами, кайфуете, и тут Стасян такой, пацаны, смотрите, оп, Стасян, ну ты дебил, конечно! Ну, а затем выпустили патч, который добавил достаточно много новенького и вкусненького материала. Я, конечно, понимаю, что по сути я опоздал с этим обзором, но давайте по честноку. Я думал сделать мини-обзор на 5 минут, но, честно говоря, в этом нет никакого смысла. Ну, а камон, какой толк мне делать среднего качества обзор на 5 минут, если есть куда более значимые люди в Сталкрафте, которые сделали его моментально после нескольких часов выката патча? Ну, типа, ради хайпа и просмотров, ну, а зачем? Поэтому я принял решение, что лучше подожду, когда пройдет пару дней, и все уляжется, а уже потом сделаю видео, где будет более-менее понятно, что к чему. Если кратко и по делу, то добавили много всего. Короче, снова заходя в игру, мы уже играем в другую игру. Теперь в Сталкрафте есть Геншин с этими грантами на заточку. Появились два новых автомата, а именно МБ и АК-15. Также добавили новые пистолеты и ножи. Казалось бы, нихера себе, но вот они таким макаром перелопатили всю ветку бартера, и эта чучище ебаная выглядит не как ветка тех же танков, а как ветка прокачки скиллов в пое. И ведь это даже не конец, ибо если я правильно понимаю, то добавление нового оружия реально когда-нибудь добудет. Перелопатили обвесы, и казалось бы, мы ждали чего-то нового, свежего, как пломбир на палочке в жаркую погоду. Но мы получаем сушеную рыбу с пивом. Все, это база. Как я понял, Роза просто подготовили почву для новой игры обвесов, когда можно оружие менять до неузнаваемости. И получается какой-то Тарков, что ли? Ну, получается так. И, конечно же, нам дали не ебать какую хорошую компенсацию в виде тысячи рублей для донатного магазина, а кому-то даже и две. Те, кто видел мой шортс про ригель, зная, что я выбил, так сказать, с бесплатного искалкиса, и да, теперь я бегаю в ригеле. Вот те разы сделал видео, что буду бартерить АОВ-6, а получается, что весь лакшери-лут сам ко мне пришел. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Вот такая скорбная сборка у меня для ригеля. С ней мне помогал мой друг, который в этом хорошо разбирается. Так что спасибо ему, а также спасибо вот этому человеку за то, что скинул денежку для продвижения персонажа. Реально приятно. Спасибо. Также спасибо всем остальным, кто смотрит мои видео и портит свое зрение и их качество. Правда, сорян, я до сих пор комплексую из-за этого и даже вот запинаюсь, заикаюсь. Страшно пиздец. Также заменили модельку у вождя, теперь костюм выглядит очень дегочатно. Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный нам вечность на вы. Ну и, конечно же, нам дали вкусную компенсацию. Спильские компенсации вы видите на экране. Сделали некое исправление по типу ошибки, при котором можно было скрыть оружие из рук. Было исправлено сбрасывание масштаба миникарты при входе между локациями. Исправили работу модификатора урон по строениям для кувалды и исправили невозможность сбора некоторых запчастей в один стак. Что касаемо новых двух пушек, то скажу вот что. Каждый мамкин эксперт уже успел крикнуть, что АК-15 это новая мета имба, лучше СТС. Но по факту средний ганг с хорошим уроном и магазином. Но большим разбросом, отдачей и тряской. По комфорту он намного хуже АЕК-ФН. Но если попадать по голове и привыкнуть к отдаче, балансный ганг. Его, наверное, я и буду бартерить в ближайшее свободное время. Что касается АМБ-17, то тут уже совсем другое восприятие на оружие. Лично мне нравится нижний вид и анимация перезарядки этого автомата. Также на плюс 15 с этой точкой получается 55 урона и 700 скорострела. Что намного лучше того же ПКП, учитывая калибр. Но, правда, это достойно уважения, но только вблизи, ибо на дистанции падает урон. Просто хороший вариант для тех, кто устал уже играть с метовыми пушками. Вот такие вот дела, ребятки. Конечно, я не упомянул про загадочные жетоны, которые дали, как я понял, в виде компенсации. Но о них нет смысла говорить, ибо они просто есть и есть. Как бы их не продать и не потратить, а на складе пусть лежат, да и хороших времен, когда они понадобятся. На этом у меня всё. Пишите в комментарии, как вам патч, что вам понравилось, что вы на самом деле ожидали от этого патча и как вам нововведения. Всем спасибо за просмотр, всем хороших выносов и всем пока!